Вопрос реализации нацпроекта «Комфортная школа» всегда на контроле руководства при Урале. Заместитель Акима области Тлиберген Каюпов побывал на ряде строительных площадок и проинспектировал ход работ. Подробнее расскажет Алмагуль Джимписова. В поселке Зачиганск в рамках национального проекта возводятся две школы. Одна из них номер 65 на 600 мест по улице Жангирхана. На данный момент завершаются земляные работы, рассказали заместителю Акима. На объекте в данный момент задействовано 15 единиц техники, около 35-40 человек. Там ИТР, где-то человек 10 задействовано. Начало работы у нас конец прошлого года мы начали строительство 2023 года. В декабре земляные работы планируем завершить в этом году осенью. Как закончить свой объем техника, увеличим число рабочих и ускоримся, обещали строители в беседе. В этом году школу нужно сдать в эксплуатацию. Средства полностью выделены. При необходимости переходите на двухсменный режим работы. Поддержку мы оказываем. На вас возложена высокая ответственность. В первую очередь важны интересы детей. Обеспечить их комфортными школами – наша общая задача. Не забывайте следить за качеством работ. Вторая школа на 1500 мест строится в микроюне Балауса. Из-за пересмотра проекта работы остановились на три месяца, что сказалось на скорости строительства. Яндекс члены проектом за репроектом. Наш проект был пересмотрен. Сейчас он на экспертизе. Но каркас мы поднимаем. Фундамент залит стопроцентно. Забиваются колонны. По договору в декабре зададим объект. Кадровый вопрос является одним из проблемных на каждом объекте. К примеру, согласно объему работ на этой стройплощадке, должны быть задействованы порядка 140 человек. Однако на данном этапе здесь работают около 20. Заместитель Акима области поручил ускорить мобилизацию рабочей силы, задействовать в этом местные центры занятости и портал ЕМБЕК-КИЗЭТ. Ваша компания известна на рынке страны, но я не вижу здесь интенсивности работы и активности. Чем вы в таком случае отличаетесь от всех остальных строительных фирм? Имейте в виду, мы будем еженедельно и ежемесячно мониторить ход работы. Помимо оперативности строительства, Тлиберген Каюпов на площадках обращал внимание на инженерную инфраструктуру, благоустройство и озеленение прилегающей территории и поручил предусмотреть риски во время паводка. Вся необходимая техника имеется, электричество и газ рядом, однако канализационная сеть проходит в четырёх километрах. Здесь же обсудили возможные варианты решения данного вопроса. В любом случае, к указанным в документации сроком подрядчика обязали уложиться. На сегодня именно в Зачиганске школы наиболее перегруженные. Сейчас они работают в трёхсмены. И если строительство двух школ в этом посёлке благополучно завершится в сроке, то ввод новых школ снимет массу проблем. В том числе и решит вопрос с трёхсменным обучением. Мы этого очень ждём. Такой же по размерам объект образования возводит компания «Каз Констракшн Групп». Эта школа на 1500 мест в селе Диркул. Здесь также ощущается острая нехватка рабочих. Сейчас нам нужны арматурщики, сварщики, электрики, бетонщики, разнорабочие, говорят подрядчики. Начав летом, сейчас строители завершили 60% бетонного перекрытия первого этажа трёхэтажного здания. Сейчас ведутся бетонные работы по нашим планам. До апреля мы их закончим и дали начнём кладку. По строительству никаких проблем нет. Есть четыре КАМАЗа, два автокрана, один башенный. Воздушные компрессоры. Пока работаем в одну смену. По графику в конце ноября школа будет готова к сдаче. Следующий объект на 1200 мест в рамках национального проекта строится в селе Досток, район Абайтирек. Материал для нулевого этапа закуплен. Но по всему видно, что здесь явное отставание от графика. Мы в прошлом году получили 10% аванса, все эти средства отработали. Затем финансирования не было. Из-за этого был простой. Затем говорили об изменениях в проект, поэтому ждали. Но сейчас в первую очередь закупаем материал. При выборе вашей компании мы учитывали ваш потенциал, технические возможности, вашу финансовую стабильность, профессионализм и ответственность. Нельзя надеяться только на выделенные деньги. Работу нужно продолжать, ведь это национальный проект, реализация которого находится на контроле высокого уровня. Мы специально делали приоритет на местные компании, но теперь вынуждены сообщить о существующей угрозе срыва сроков. Также детально был сверен проект и работы на участке в селе Байконос, где ТО «Онтариум Групп» начинает строительство школы на 600 ученических мест. Пока сложно представить, что на этом месте будет современная комфортная школа для сельских детей. Риск невыполнения отметили и на этой площадке. Темпами работ мы как заказчики недовольны. Недовольна организация труда. Темпами работ соответствующие меры, согласно договорных обязательств, начали принимать. По финансированию как? По финансированию никаких вопросов с нашей стороны не возникает, со стороны заказчика. Все те требования, точнее все те условия, которые должны были быть соблюдены согласно договоров и конкурсных процедур, со стороны заказчика все соблюдено. Деньги получили? Да. Претензий нет? Претензий нет. В целом, в рамках национального проекта «Комфортная школа» в период 2023-2025 годы в области планируется строительство 18 школ на 16200 ученических мест. В этом году по графику сдадут 9 и еще столько же до 2025 года. Первая проблема – это низкие темпы работ. Подрядчики начали стройку практически в одно время, но объем выполненного отличается. В итоге, после осмотра всех объектов, в том числе в Теректинском и Бурлинском районах, мы направим письмо заказчику о необходимости увеличить скорость работ. При увеличении дополнительных рабочих, перевода на двухсменный, а то и трехсменный режим строительства. Со стороны местных исполнительных органов мы будем строго контролировать работы. Будет уделяться внимание использованию отечественных стройматериалов, привлечению для всех дополнительных работ местных компаний и рабочих. Ход реализации национального проекта будет регулярно освещаться в средствах массовой информации.